Там, где я рос, пожалуй, 90% наших соседей были евреями. Это было прекрасно, но в Кливленде, штат Угайо, нас окружали не евреи. Я помню, на Рождество мы собирались в одно место в Кливленде, там были самые лучшие рождественские огни. И моя мама сказала, что в этом районе много антисемитов. А я не отличал одного христианина от другого, но я знал, что есть христиане и евреи, язычники и евреи. Есть мы и есть они. Итак, из Кливленда я уехал в колледж, университет Карнеги Меллон. Я пошел на прослушивание на шоу, я хорошо помню его, потому что моя любимая песня, которую надо было сыграть, была Джорджа в моем сердце и Рея Чарльза. Ну, я получил работу, участвовал в больших летних гастролях и заразился шоу-бизнесом. И на протяжении всего колледжа Берт и Марти играли в местных клубах и кабаре. Все было хорошо. Как-то мы были в Кацкельских горах, в борщевом поясе. И играли там, и неожиданно для себя победили в конкурсе, хотя были там впервые. Мы думали, что нашли свой путь. И тут Берт, который был методистом, решил, что он хочет иметь веру поглубже, и потому он пошел в эту церковь. И когда он вернулся, она называлась Церковь Скалар, и сказал, «Я родился свыше». Я понятия не имел, что это такое. Я знал, что Джимми Картер был рожден свыше, но теперь Берт был рожденным свышехристианином, и после этого все стало просто ужасно, потому что он все время рассказывал про Иисуса. Его больше не волновали Берт и Марти, его волновал только Иисус. И он начал проповедовать мне, и жизнь стала невыносимой, потому что евреи не верят в Иисуса. Я был молодым парнем, мне было примерно 25 лет, я хотел встречаться с девушками и хотел тусоваться до поздней ночи. И к тому времени я немного курил марихуану, и понимаете, я просто хотел быть одним из тех крутых парней конца 70-х, которые жили как хотели. Но я был очень зол из-за Берта, верующего в Иисуса, потому что каждый раз, когда я видел его, это было все, о чем он мог говорить. Он любил меня, он переживал за меня, я переживал за него, но он пугал меня. Я не желал ничего знать обо всем этом, но он молился за меня, все его друзья молились за меня, я знал это. Они даже приходили проведать меня в пьяно-баре время от времени. Но это так доставало меня, что я купил себе Библию и сказал, что я должен разгадать этот код. И я начал читать ее. Я не желал иметь с этим ничего общего, но мне нужно было знать, кто такой этот Иисус и почему все эти люди верят в Него. Чем больше я думал о них, тем злее и тем более разочарованным я становился. И я сказал, мне нужно убежать от них. Потому что я подумал, что мне нужно уехать из Нью-Йорка, уехать туда, где люди нормальные. Думаю, я переехал в Лос-Анджелес, Калифорния. Я поехал в Лос-Анджелес и все еще уставший от всего этого. Но на пути я захватил свою большую семейную Библию из дома моих родителей в Кливленде. И в первой половине дня я пошел и попробовал продать свои песни, которые писал. А после обеда я открыл эту большую Библию. И вот я открыл ее, и наконец набрался мужества открыть то, что называется Новым Заветом. И там говорилось о генеалогическом древе Иисуса Христа, сына Давида, сына Авраама. И я подумал, странно, здесь оказывается о евреях. Я знаю про этих людей. И я продолжил читать, и чем больше я читал, тем больше я понимал, что Иисус еврей. Собственно говоря, чем больше я читал о нем, тем больше он был для меня евреем, чем я сам. Он, казалось, оживал со страниц. Он не был как тот мертвый Иисус на кресте в доме моего друга Кевина или в церкви. Он был живой, и он был евреем. Я жил в Лос-Анджелесе, и примерно одновременно со мной туда переехала Энни, подруга Берта, из церкви, которую он посещал в Нью-Йорке. Она была рожденной свышехристианкой. Она молилась за меня годами. Мы подружились. И однажды я был у нее в гостях. И ей нужно было идти на урок по изучению Библии. И она сказала, оставайся, присмотри за квартирой, пока я схожу на свой урок. Я сказал, окей. Я думал обо всем этом, что происходило вокруг. И я выглянул с ее балкона с видом на Сан-Сет-Стрип в Лос-Анджелесе. И там был такой сияющий, яркий, яркий белый свет. Там был крест, прямо напротив окна. И в конце концов, глядя на него, я подумал, «Иисус меня что, преследует?» Энни вернулась и попыталась объяснить мне, «Да, Бог призывает тебя, Марти». И это все было уж слишком для меня. Но Энни была терпеливой. Она сказала, «Мы пойдем на пляж в воскресенье и послушаем проповедь одного парня». Я сказал, окей. Того парня звали Хэл Линдси. И он проповедовал. А люди сидели там на пляже с поднятыми руками, пели песни Иисусу. И в конце проповеди Хэл Линдси сказал, «Брат Гидон, подойди сюда, мы проведем вместе причастие». Гидон вышел оттуда, и он взял хлеб и сказал, «Баруха та Адуна и Лгейну мэле гаулам амот селехе мингаарец». А над вином он произнес, «Брей при Агафен». И он произносил эти еврейские молитвы над хлебом и вином. И для меня это было просто ужасно. Я не ожидал, что молитвы, которые я учил, когда мы маленьким ребенком, росшим в Клибленде, будут произнесены на пляже Лос-Анджелеса во имя Иисуса. Я очень огорчился. Поэтому я сказал Энне, «Я хочу убраться отсюда, пожалуйста, забери меня домой». И она сказала, «Окей, я довезу тебя домой». Потому что я ужасно себя чувствовал из-за всего этого. Я помню, как сидел почти в позе эмбриона, свернувшись на заднем сидении ее машины, рассерженный и потрясенный тем, что пережил. Но она сказала, «Марти, мне неудобно говорить это, но я не могу довезти тебя домой, потому что мне нужно в другую церковь. Она называется Вайньярд. И если я прямо сейчас не поеду туда, я опоздаю». И я сказал, «Ладно, окей». К тому времени я не знал, что думать, потому что я сказал, «Возьми меня, возьми меня». И она взяла меня туда с собой. И там было другое служение, и люди пели с поднятыми руками, точно как на пляже. И в конце служения я помню, как подумал, «Знаете что? Я действительно верю, что кто бы ни был этот Иисус, Он преследует меня». Потому что сделали призыв к покаянию, и я просто сказал, «Я сдаюсь, я сдаюсь, я грешник, мне нужен Спаситель, мне нужен Иисус». Когда я впервые пришел к Господу, это было просто «Еврей ли Иисус? Мессия ли Он? Или нет?» Ну, Он показал мне, что Он действительно им является. Но спустя годы Он также показал мне многие вещи в моей собственной душе, в моей собственной жизни, которые необходимо исправить, обрезать, привести в норму. И я уже не тот человек, которым был, когда впервые пришел к Нему. Он убрал массу моей эгоцентричности, моей гордости, моего эго. И на протяжении всех этих лет Он был... Кто-то сказал мне, когда я только стал верующим, «Марти, Он будет становиться все лучше и лучше и лучше». И знаете что? Я понял, что чем старше я становлюсь, тем больше я вижу, что я не заслуживаю того, чтобы стоять перед Ним. Я не заслуживаю того, что Он пришел ко мне и отдал свою жизнь за меня. Я не заслуживаю того, Продолжение следует...